А это Шерстобитов, который незаконное постановление о проникновении мою квартиру вынес. Тут интересуется дело, ну смотри. Чертик какой. По поводу жалоб моих председателей сюда рассматривал, вот, и виза стоит. Не дает ход делу вообще никак. Паспорт давай себе. А что вы голос повышаете? Без оборота на меня. Вы с паспортом общаетесь? Честные жалобы даже стоял без движения. Опять невидимые чернила, невидимая печать, невидимая бумажка. Дезвежер рулит с ургутским городским судом. Вас совесть не мучает? У вас порядки каждый раз что-то разные. Впервые Дезвежер ознакомился с материалами дела и частную жалобу мою завернули обратно. Короче, черти че творится, вот реально черти че. А, то есть он здесь даже еще пошел налживать. О, да здесь вообще, Бургутский-то вообще. Так не судья выносит, а суд выносит решение в лице судье. Людям надо рассказывать об этом. Имитация судебной деятельности. Соловливые ручонки. Тебе не место в судебной власти. Твое место на помойке, а не здесь. Умник нашелся. Да он не ослеп, он продолжает гадить. Люди должны знать. Обманят, еще будут улыбаться при этом и деньги получать. Всем надеть на морденье и радоваться. Подушку на него. Страна у нас такая чудесная. Кого привлекать к ответственности за халатность? Ну поют они в унисон, все одно и то же. Быстрее дошлить до пенсии. Ни во что не вникать. Мы отсидимся, но оно само собой как-нибудь образуется. Без нашего участия. А собственников-то никаких нет. То есть речь-то, речь-то идет о преступлении. А он на меня эту обязанность перекладывает. Короче, он все больше и больше палок в колеса вставляет. Гадить, нести ответственность. И уклоняться от этой ответственности. Система-то государственной, муниципальной власти, она построена на лжи. Не жалобы в ККС написать. Надо благодарственные письма писать. Враг против интересов личности, общества и государства. Разрушением государства. Разрушением его основ. Вот чем они занимаются. Поехали. Здравствуйте. 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 Продолжение следует. Хочу поехать. Здравствуйте. Здравствуйте. А я по одессе. А надо с маской. Кому надо? Без маски нет. Главное? Нет. Не надо. Что, прохожу? Паспорт. А без документов? А по удостоверению журналиста? Паспорт до вас? Достоверяю вашу лично. А что вы голос повышаете? Как это я повышаю? У вас децибелы замеряете, что ли, мои, как я? Хотите, замерю. Добирайте без проблем, замеряйте. Хорошо. Любите голосами? Без оборота на меня. Антон Николаевич, масочку надевайте, металлические приметы оставляйте на столе, рамку проходите. Вы с паспортом общаетесь? С вами? Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Дальше. Дима рамки можно брать? Да, я хочу дима рамки. Дима рамки, нельзя, нельзя. С подпровеждением под вашу ответственность. Маску для начала одените. Потом пропустите. Ничего, с рамкой не пропустите. Я не пропустите. Все металлические приметы оставляйте. Мне повторить еще раз? За счет масочки или как? Я же сказал, сюда пройду. Давайте. Показайте. Децибел это это. А вот это достаньте. Вот это? Ну вот это, да. Вот это достаньте. Что вы направляете? Вот это. Это градусник. Давайте достаньте. Посмотрим. Достаньте. 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 Да нет, я же не говорю, что вы что-то собираетесь. А что вы тут ищите? Вы тут сто раз смотрели, ничего не нашли. Благодарствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомься с материалами дела. Достаньте, я ликвито. Не здороваюсь. Здравствуйте. 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 Я познакомился с медленным делом, почему? Ты умеешь, да? Определение я вам обучаю, вы сюда пишетесь, потому что вы получили... А, в чем это? Мы там что-то, держи, не оставили сейчас... А, до 16-го, да? Да, до 17-го. Так оно же у меня есть на почте. Это не то, это не то, вот это вот, по-моему. Так, по-четвертое. Это на почте есть. Что, смежал бы даже, стоял без движения. Это первое или второе? Так, вот так. В первом томе ничего не изменилось? Нет, ничего не. Ни печати, ни росписи. Опять невидимые чернила, невидимая печать, невидимая бумажка. Кто-то интересуется делом, смотри. Чертик какой. Посмотри, что за столица. Ували из земли. А, ну это этот, скорее всего, девчонки, секретарей этого, председателя суда. Уж. По поводу жалоб моих председателя суда рассматривал. Вот, видишь. Виза стоит. Так. Оставил без движения частную жалобу. Бруски. Вон, определяшка лежит. Нет, я уже как сотрудники суда начал разговаривать. Определяшка. О, УК ДСВЖР ознакомится с материалом дела. Татьяна Анатольевна. Да? А где расписка ДСВЖР об уголовной ответственности? Дальше смотреть. Будем, да? Да. 424-й пройдите в зал. А почему ему не по форме расписку? Я уже три формы видел. Каждый раз разная расписка. Что это с ними случилось? У них впервые с материалами дела ознакомились. Здесь? Угу. Им интересно стало. А, они хотели опеляшку увидеть. Они увидели, что там опеляшка-пустышка? Почти. И Бурлыцкий сразу дал отказ в принятии. Логично? Угу. Такое ощущение, что ДСВЖР рулит сургутским городским судом. Дааа... Как же вы не работаете там на него вообще прожить? У вас совесть не мучает? Вы же незаконный служитель. Расшир, я расписку написал, что определение забрал. Определение забираю. Витя, в этот раз без этой, без расписки об уголовной ответственности. Так что я вам говорю, у вас порядки каждый раз что-то разные какие-то. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Мимо меня такой грозно прошел, медленно так идет. Думаешь? Я думаю, да. Это будем вставлять в видео? Да? Он может реально обидеться на такие слова. Ну я с ним поздоровался, он не здоровается что-то. Что с ним? Может приболел немножко, маску надел? Наверное. Бурлуцкий хоть как-то кивнул. Ну, ничего не сказал, ни слова, но хоть как-то кивнул. А шертобитов что-то нет. В общем, в этот раз без расписки об уголовной ответственности впервые ДСВЖР ознакомился с материалами дела и частную жалобу мою завернули обратно. То есть мало то, что апелляционную жалобу завернули, так еще и частную жалобу на вот этот поворот, отворот-поворот, как говорится, апелляционную жалобу тоже завернул Бурлуцкий. Не дает ход делу вообще никак. Короче, черти что творится, вот реально черти что. А закладочку мы сегодня видели с чертиком. По-моему, это чертик. Ну я так предполагаю, это в канцелярии председателя сюда наклеили. Да. Обоставление частной жалобы без движения? Ага. Ты вообще приравнили частную жалобу к апелляционной жалобе? Тогда связку покажи. Пытается подменить частную жалобу апелляционную жалобу? Не частная жалоба, а не апелляционная. Путать то здесь не надо. Дело в том, что в материалах дела присутствует опись отправки апелляционной жалобы вместе с приложениями в сторону ДСВЖР. А, то есть он здесь даже еще пошел на лжилось? Ну, я предполагаю, это подлог, но конкретный. То есть он отказывает в принятии частной жалобы, а ссылается на апелляционную жалобу, что я не приложил эту опись. Хотя она и есть в материалах дела. Именно по апелляционной жалобе. «О, да здесь вообще Бургутский-то вообще, значит, дураком. Включил тут дурака. И, значит, пытается здесь нам, пытается здесь что-то делать. Вместо копии как такого нет, подпись он написал здесь есть. Где подпись? Ну, обрати внимание, начал где-то номер дела на первой странице печатать. Ну, слава богу, хоть научился это делать. Угу. Гражданское дело. А то, видимо, колхоз, так не судья выносит, а суд выносит решение в лице судьи. Он, видимо, получал это где-то образование-то, видимо, получил где-то в колхозе. Вот он и демонстрирует себе колхозное образование. Хорошо. Когда он вынесет? 4 июня, 15 дней. Да и сейчас не поздно. Надо просто говорить людям, людям надо рассказывать об этом. У вас на территории вот такие чудаки работают. мантию натянули, а свою невежественность пытается мантия прикрыть. подпись он тут написал. Где он увидел, что так оформляется документ? В какой части? Закон пусть укажет. Умник. Это первое. Второе. Первый признак, что перед вами как минимум недобросовестный судья – это ставить печать на подпись. Для чего ставится печать на подпись? Для того, чтобы нельзя было проанализировать и признать, что эта подпись поставлена не самим Бурлутским, а различной п***ю, которая там же ошивается вокруг него и за место него подпись ставит. Имитация судебной деятельности. Понятно? Ну да, это я все время вижу, я запомнил это. Они все, почти все так ставят. А это как раз и показывает, что перед нами не судебная система. Еще раз. Судебная система – это та система, которая обязана показывать, как следуют документы оформлять правильно. Они примером должны быть для нас. Примером. А это что? Это пример того, как нельзя действовать. А закон вытирать свои булки или законом, насколько я понимаю. Развели вот эту погонь у нас. Я начну, наверное, из прокурорских он вырез. Откуда этот Бурлутский появился? Не знаю. Раньше собери-ка информацию, он, наверное, из прокурорских бывших. Бурлутский. Это там по**. Искал повод, каким образом обмануть закон, обойти закон. Вот они оттуда все идут. Для них ноги вытереть от закона – это плюнуть просто и растереть. И они пришли туда, с овечками балуются. Ты пишешь про частную жалобу, а он тебе про апелляционную. Так про частную жалобу или про апелляционную. А если ты применяешь применительно, так ты показываешь тогда норму права, которая определяет применительно к данным правоотношениям. Здесь указано про применительно. Ты подаешь частную жалобу. Он пытается частную жалобу с апелляционной. Для чего он это делает? Смешивает понятия. Для чего? А это первый признак недобросовестности. Шаловливые ручонки. Это называется «Играет в наперстки с тобой, Антон». Заметишь ты или не заметишь подлог, служебный подлог, подмену определения жалобы частной на апелляционную заметишь или не заметишь? Так вот, людям-то рассказывайте. Перед вами, уважаемые ребятки, высококлассный наперсточник, который демонстрирует, что он с легкостью подменяет название жалобы с частной на апелляционную, с апелляционной на частную зависимость от того, как ему выгодно будет. Нет, я это сразу заметил, беглым взглядом пробежался и увидел сразу. Ну, это хорошо, но надо людям-то рассказывать об этом, чтобы они сразу заходили и говорили, что перед ним «мы знаем про тебя все, господин Боруцкий, мы знаем, как ты ведешь судебные процессы, мы знаем, как ты играешь наперстки с гражданами. Тебе не место в судебной власти, твое место на помойке, а не здесь». «Умник нашелся, тем более, насколько я понял, ты направился ему, я могу сказать, со зрением у него что-то не так стало». Ну, на то, что нагадил, весь судебный процесс сидел, гадил, там умничал, а фактически дурку включал. Тем более, что я продублировал это все, то есть и через газ правосудия и по почте отправил, то есть он ослеп на два глаза, я так предполагаю. «Да он не ослеп, он продолжает гадить, он как с это, ты его схватил за руку, ты же ему написал, отвод ему написал по этому поводу, он сейчас гадит тебе, он так гадил, он должен привык гадить, он пришел туда не правовые вопросы разрешать, а гадить, у него на лбу написано, что перед тобой гад, и терпеть его нельзя, его убирать надо оттуда, люди должны знать, на территории как минимум города, что с этой п***ю никаких дел иметь нельзя, обманет, еще будут улыбаться при этом и деньги получать». Присел тут. У меня вот какой вопрос, я посидел среди, почитал, делать мне нехрен, посидел, почитал утром то, что понаписал этот наш общий с тобой друг Бруцкий, ну и конечно порадовался за него, за его стиль изложения, за то, как он ведет судебные заседания и то, как он выносит судебные решения. Это очень здорово, это очень забавно. У меня вопрос, вот он там пишет, что собственники приняли какое-то решение в 2007 году, мы ему заявляли, направляли о разъяснении решения, где он собственников-то разглядел в этом документе и в каком документе он разглядел среди собственников. Я хочу фамилии знать этих собственников. Мы с тобой заявление направили, но он наше заявление развернул, вот именно по этому вопросу. Ага. И что он тут, скажем так, по этому поводу сказал друг ни с того ни с сего, что у него там, он написал. Ты мне можешь продублировать ответ его на почту? Сейчас еще уже. Ну-ка дай-ка я посмотрю, что он напишет. Ну, во-первых, наше заявление, что мы ему писали и его ответ. Почему? Потому что я так, насколько поливаю, погонь-то одна у нас на всю страну. А, он вообще вернул это требование на разъяснение? То есть, он определение это не вынес? А-а. А-а. То есть, он решил, что мы с ним вступили в частную переписку, да? Угу. А-а. И чем он нам-то мотивировал, что мы вдруг ни с того ни с сего с ним вступили в частную переписку? Тем, что, значит, желания нет с нами общаться, да? Что, значит, что мы, видимо, рожи не вышли или у нас кожа не слишком светлая или не слишком темная. Хочу знать. Ты наживал был раньше такой, хочу все знать. Хочу-хочу. Сейчас мы тоже это. Ага. У меня есть три желания. Хочу-хочу-хочу. Так, о разъяснении решения суда, да? Да. Подавали мы такое заявление? Да, да, да. Сейчас идет это. Заведем я нарушение апелляционной жалобы. Вот я смотрю, вот решение, да? И в решении наш общий друг радостно сообщает четвертый лист решения, и он пишет абзац четвертый. Раз, два, три, четыре. Пятый абзац сверху. Протоколом подведения итогов по решениям, принятым общим собранием, и далее там щу-ху-ху-ху. По адресу даже квартира 16, то есть твоя квартира приняла решение в квартире 16 у тебя, оказывается, там произошло общее собрание в твоей квартире. Попили каячку, радостно побили друг другу рожи, и написали, что на общем собрании было принято решение о выборе в качестве управляющей компании на 2007 год. Смотри, пишет. А, не на две тысячи. Далее. Давай, открываем, смотрим, что он там понаписал. Наш лучший друг. Парай всегда всякую фигню нам пишет, тоже нас очень любит, уважает, ценит. То есть отказывается писать имя, отчество в своих определениях. Угу. А, как он тут вообще разбушлатился наш лучший дружок-то. Ну, смотри, какие прекрасные мы с тобой документы отправляем. Так, заявление об исполнении решения суда, заявление искорения, и что-то какой-то Кузнецов отправил. А ответ-то где? Бурлутского. Угу. И он написал, что это, возврат заявления о разъяснении определения. Ваше заявление о разъяснении. Да нет, ну не определение мы, а решение, изложенное в определении. Даже здесь господин Бурлутский все переначал, все перелицовывает. Видишь, Антон? Видишь? Ваше заявление о разъяснении определения суда о подготовке дела к судебному развирательству. А мы ему что подавали? Давай смотрим. Мы же с тобой, парни-то умные, мы с тобой подали. О чем? Заявление. Заявление о разъяснении решения суда. Правильно или нет? Угу. Ну? А он тебе про какое я заявление? Мы говорим, ознакомившись с определением о принятии заявления к производству суда и возбуждении гражданского дела. Мы ему про одно, а он нам про другое, что ли, пишет? Или я что-то не понимаю? Вот оно, заявление. Опять же, о принятии заявления к производству суда и возбуждении гражданского дела. мы же про это говорим. Угу. Ну? Так о связи вот этого ответа, своей связи с твоим-то никаким нету. Угу. Вот я, Антон, к чему обращаю внимание? Вот пришла какая-то бумажка, да? Он чего-то сообщил, 88-й лист. Свяжи его с другим документом, с каким-то. Вот поэтому он возвратил. Чего он возвратил? А где само-то определение о подготовке дела к судебному разбирательству? Заявление, которое он мне возвратил. Он в материалах-то дело есть? Нет. Ну, а кого? Минутку, а что тогда? Он какое-то что-то возвратил. Мы сейчас включаем, мы с тобой сейчас включаем этот самый принцип тупую еще тупее. Правильно или нет? Да, да, да. Заявление о разъяснении решения суда. Где? Даже количество листов не указывает. Один экземпляр пишет. А это вот эти, ты все время хотел знать, каким образом мошенничают судьи, я тебе показываю, каким образом они мошенничают. Они как раз ловят. Ребята, которые начинают умничать. А надо не умничать, а надо быть тупым. Вот как написано, так и должно быть. Если написано заявление о разъяснении решения суда, то он и должен был в своем, но он не пишет почему. Смотри. Он пишет, если бы он написал, возвращаясь заявление о разъяснении решения суда, он тут попался. Потому что на заявление о разъяснении решения суда он обязан вынести определение. Правильно? Да. В порядке статьи 203.1. А он пишет, что ты ему подал заявление о разъяснении определения суда. Не пыхти, не пыхти. Наука, она такая, требует внимания. Я тебе сейчас демонстрирую это внимание. А ты пыхтишь. Не нужно радоваться. Я радостно пыхтю. Радостно пыхтишь. Всем надеть на морднике и радоваться. Вот я и радуюсь. Да. Ха-ха-ха-ха. Выражать счастье и радость, да. Это страна у нас. Страна дураков. Собидайся в том, что все дураки какие-то у нас сегодня скопились там. Как их оттуда выковырчевать? Надоели уже до невозможности. Пока этим делом занимаются единицы. Ты вот видишь, я тебе по каждому. А представь себе, по каждому вопросу следует действовать. Вот я тебе сейчас открою то решение, которое меня интересует. Вот видно, не видно тебе его? Ага. Вот смотри. Протокол, да? Да? Смотри, пишем. Протокол подведения итогов по решению принятого общего собрания собственников в помещении на г-квартирном форме, заочном по адресу. Даже квартира 16 или КВ это что такое? Дом 21, квартал 16 или что это такое? Квазар? Квадриллион? Что это такое? Клим Барашилов. Ха-ха-ха-ха. Мини танк, да? Ну, хорошо. Подтверждается. Протокол подтверждается. Что на общем собрании кого? На общем собрании, смотрите, он же пишет. Собственниками принято решение о выборе ДЭС. Фамилию, имя, отчество мне давай. Или как там вот сейчас Елена пишет, да тут же персональные данные. Не могут разглашать персональные данные. А как я могу? Обжал, как я, как я могу на... Это что там у тебя такое висит? Телефон. А? Подушку на него. На сволочь такую что-то. Это не наши методы. Не подавал. Не подавал. Как? Привыкать надо? Методы у всех одинаковые. Обидится телефон? Ты что? Я с ними как живыми общаюсь. А, понятно. То есть, ты берешь поликленный пакет и в воду, да? Нет. Я просто кнопочку нажал, чтобы мне это не беспокоило и все. Ага. Ты более такой, как тебе сказать, телефонолюбивый человек. Много раз убеждался, если человек неуважительно относится к технике, она ему пстит просто. Был у нас один товарищ, купит телефон, не может кнопку нажать. Ну, как-то. Не знает, куда нажать. Бросает его на пол, начинает каблуком его стучать. Я говорю, зачем стучишь? Кнопку пытаюсь надавить. Я говорю, а это? Ну, стекло-то раздавил. Говорю, сейчас как ты будешь кнопку-то давить? А не знаю. Ну, иди, новый покупай. Идет, новый покупаешь. Страна у нас такая, чудесная. Так. Еще-таки, давай так. Ты меня немножечко в сторону увел. Получается, мы с тобой заявление о разъяснении решения не направили по, значит, по абзацу раз два, три, четыре, пять, страница четыре решения. Про каких собственников идет речь, где, в каком документе можно ознакомиться с фамилией, именем и отчеством каждого из собственников, которые принимали такое решение. Их месте жительства, сведения о паспортных данных. Мы должны эти документы, мы вправе ознакомиться с этими документами, более того, вправе обжаловать их решение путем подачи искового заявления. А пункт 3, части 2, статьи 131 требует от нас представления таких сведений в нашем исковом заявлении. И как нам быть? Хочу знать фамилии, хочу знать имена этих прекрасных собственников. Кто у нас мошенников-то выбирает в качестве, кто назначает их в качестве организации, который будет поборами финансовыми заниматься на многоквартирном доме по проспекту Комсомольскому в городе Сургуте. Вправе я знать такие сведения? Конечно, вправе. Да, я вправе знать, кто из должностных лиц органов государственной власти просмотрел этот вопрос. Кого привлекать к ответственности за халатность при осуществлении обязанностей? Или что, никого не найти здесь? Песню петь о том, что мы вправе обжаловать в течение 6 месяцев, они поют. Хорошо поют, как соловье. Вы переначиваете? Кто переначивает? Не я на него ссылаю, а вы на него ссылаете. Хоть один. Вы же деньги требуете? Да, требуем. Но вы обязаны оплачивать. Кому? Послушай, Шевдок, только в корт, а фальшивый. Вот у Си с ноты Си бемоль путают. Решение у них. Фа мажор до Си бемоль. Вот единственное, что они знают. Я тебе, как музыкант, музыканту говорю. Но поют они в унисон. Все одно и то же. В унисон? Так как унисон? Вот тебе в унисон. Я тебе демонстрирую. Мы ему подаем заявление о разъяснении решения суда. О каком унисоне здесь идет речь? О соне? В русской это соня. А унисона тут нет. Я имею в виду все прокуроры, там судьи, полицейские, все в унисона одно и то же чушь поют. А они поют для чего? У них принцип. Быстрее дошлить до пенсии. И ни во что не вникать. Потому они бормочут всякую дурь. Что Бурлуцкий, что вся остальная, которая там скопилась. Мы отсидимся, но оно само собой как-нибудь образуется. Без нашего участия я работал в государственных структурах. Я знаю, как они там работают. А то мой ушел, когда гадить начали. Что ни т*** то там. Что я в государственных структурах работал еще при советской власти. Видел, что этих т*** все развалят. Советский Союз развалили. Сейчас Российскую Федерацию точно так же развалили. В принципе ее разваливают. Мне она посыплется. Ты говоришь, что они у тебя пришли, произвели отключение незаконно. А он тебе говорит, что они осуществляют управление многоквартирным домом. Законно. На основании вот этого протокола. Который какие-то собственники. А собственников то никаких нет. То есть речь это и речь идет о преступлении. А судья Бурлуцкий это видит. Мы это с тобой видим. Документы то мы читать умеем. Он видит, но скрывает преступление. Мы что, должны ему благодарность? Ну давай ему напишем благодарность. Скажем, молодец. Игорек, да, его зовут? Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура? Вызывай что? Игорек, прокуратура. Игорь Викторович. Вот. Ты его Викторовичем зовешь. А я его Игорьком называю. Для меня то он игорек. Злой дух. Учиться в черной мантии по коридору сургутского суда. Так, что мне делать с этим с определением по частной жалобе? Дослать этому ВК ДСВЖР саму частную жалобу с описью? А, я с этим вопросом разобрался. Это 333-ю-то статью забыл указать наш дружок-то. 333-я-то статья о чем говорит? Ну-ка, давай-ка мы с ней коснемся. Давай-ка. Сегодня считал, сидел и разбирался. Вот что нужно сделать, нужно затребовать у него. А когда он отправил-то в ДСВЖР? Смотри, подача частной жалобы, да? Происходит в порядке, установленном настоящей главой, со сизъятиями и особенностями, предусмотренные настоящей статьей. Суд первой инстанции, после получения частной жалобы, поданных, установленной статьей 32 настоящего кодекса, соответствующей треме настоящего кодекса, там, срок и соответствующий, обязан направить лицам. Кто обязан направить лицам, участвующим в деле, копии частной жалобы и приложенному к нему назначить разумный срок? Кто? Суд. Суд? Он обратил внимание, а не на то, чтобы двигалась машина? Нет. Здесь надо рассмотреть. Неправильно делаешь. Он понял, что его схватили за его шалолюные ручонки. И сейчас пытается выкрутиться. Угу. Вот. А ты что думал? Что он согласится с этим? Так извини, он туда его посадили-то для чего? Чтобы он гадил и при этом перепрыгивал через всех тех, кто его вылавливает на этом. У всех там принцип такой. Ты будешь находиться на этой должности, если будешь гадить и нести ответственность и уклоняться от этой ответственности. По этому принципу построена работа органов государственной муниципальной власти в нашей стране. Они не настроены на то, чтобы разрешать наши вопросы. Они настроены на то, чтобы нам с тобой гадить. Мне, тебе, другим участникам площадки. Ты этого не видишь разве? Да, конечно, вижу. А раз видишь, надо, значит, людям-то другим рассказывать об этом. Так стараюсь, снимаю видео на эту тему. Система-то государственной муниципальной власти, она построена на лжи. А меня с детства учили. Фундамент должен быть. Фундамент. Только тогда можно что-то построить стоящее. А лжь это не фундамент. Лжь это болото. На болоте нельзя строить здание. Мощное. Вот они сейчас и делом, этим делом занимаются. Они твари, которые пришли в конце существования Советского Союза. Разваливали его. Довели страну до того, что на полках не было ничего. Сейчас они этим делом занимаются. Разрушением государства. Разрушением его основ. Вот чем они занимаются. Надо так ему повернуть слова, чтобы ему... Буравчиком они в мозг вошли. Ну да. Там еще... Ну это... Я не знаю. Надо этот... По идее жалобы на него в ККС. Так чего вы все жалобы в ККС? Надо жалобы в ККС написать. Надо благодарственные письма писать. Жалобы. Попробуй наоборот действовать. Ни разу не пробовал. Надо попробовать. А вот попробуй. Эффект получишь. Поблагодарить за то, что на такую должность нанимаете откровенных неучи и невежды. Почему? Потому что, приняв на должность неучи и невежду, они таким образом свидетельствуют, что у них у самих, у этой квалификационной коллегии и судей, не все в порядке. С сообразилками. Еще раз. Мы с тобой поймали людей на том, что они действуют против интересов личности, общества и государства. Правильно или нет? Абсолютно. Кто допустил это? Да все. Кто допустил? Все. Квалификационная коллегия судей в первую очередь допустила. Раз она это допустила, значит, в этой квалификационной коллегии судей находится враг личности, общества и государства. Надеюсь, я коротко и ясно объясняюсь. Угу. Так, у себя в плане поменял это не жалобы, а благодарность в ККС на Бурлуцк. Благодарность за то, что они раскрыли мне, раскрыли, что в квалификационной коллегии судей находится враг, который принимает. Мне нужно фамилию, имя, отчество этого врага знать. Правильно или нет? Угу. Мы же разбираемся с противоправными действиями. Кто-то ведь назначил это чудо на должность. Вот кто назначил, тот и должен нести ответственность. Сталин так ведь делал или нет? Разбирался со всей этой пуганью. Ну что, следите за новостями. Будем дальше это все дело обжаловать. Всем привет, благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok